Церквей перешла туда, а одна церковь, у нас вот здесь недалеко есть район, когда-то его казаки заселили, иммигранты, это послевоенной волны. И находясь там, они организовали свой поселок и построили церковь, православную церковь. И там был служитель, один из иммигрантов, когда-то он в Риге жил, так и из благородных происхождения Никлюдов, отец Николай. Он уже умер, жена его, не знаю, я встречался с ними, как-то одно время был у них вхож в дом, беседовал все. А потом, когда, значит, разделение произошло или объединение с московской патриархией, то они не вожелали присоединиться к московской патриархии, а считали себя также зарубежной церковью, даже вроде у них там суд был, потому что же все имущество, движимость и недвижимость перешло под юридикцию московской церкви. И вроде они суд проиграли там. То сейчас эта церковь не функционирует, потому что один лицосвященник вот на весь этот район, и он здесь, в нашем городе, а уже там церковь закрыта. Это как бы где мы находимся, где мы живем. Поэтому основная часть иммиграции последней, это Калифорния, это Сиэтл, ну и большие мегаполисы американские, тоже очень большой процент иммиграции. Вот, ну а мы попали сюда, и как-то так уже 12 или сколько, да, 12-й год мы уже живем здесь, вот в этой, но примерно где-то церкви, церкви вот именно баптистские, их три, но общее количество немного, наверное, до 400 человек не будет, так, по-небольшому этому. Вот, ну я уже некоторое время наблюдаю за вами, и я просматривал много видеоматериала, вот с вашим участием, или все это потеряевку рассматривал, и лагерь, и все, что как бы я так... Так, минутку, у вас ушел экран, маленько сделайте, чтобы... А то вверху много места, а внизу нет, повыше, чтобы... Ой, все нормально, вот так, оно было нормально, что-то пошатнулось. Пожалуйста, говорите. Да, и как бы знаком я и с вашей биографией, где вас себе свидетельствовали, где вы уверовали, как вы уверовали, ваши миссионерские поездки, ваши встречи, да. Ну, фактически, можно сказать, что не все, конечно, там у вас сотни роликов, я их, конечно, все не просмотрел, но что-то последнее, вот я как-то старался не пропускать. Ваши беседы и прочее, все это, я знаком. Ну, конечно, у меня возникают, ну, некоторые вопросы, потому что с чем-то я согласен, я вижу много полезного и благословенного в ваших трудах, в ваших действиях. Ну, что-то примерно мне, как бы, ну, по крайней мере, я имею свое понимание, и так вижу иногда, что ваши, как бы, слова или ваши определения иногда противоречат моему пониманию тех или иных вопросов. Вот в нашей газете как-то мы печатали статью о преемственности, да? Да. Что она исходит, как она исходит. Конечно, я сегодня, ну, как бы, не готов, когда у нас первый раз только встреча, если, конечно, вы будете расположены, если ничего не изменится в наших обстоятельствах жизни, давайте мы на какое-то время, вот, просто определим возможность, вот, посвятить время этому вопросу, преемственности. Я знаю, что вы исследовали этот вопрос, вы имеете материалы, вы имеете, как бы, все это. Ну, и я тоже, как бы, что-то, как бы, читал, искал, узнавал, вот, и как-то собраться нам и иметь возможность этому вопросу посвятить время. Как вы смотрите на это? Так, вы, я если буду говорить, называть какие-то места писания, вы перед собой имеете ручку и бумагу, потому что я вижу, что вы человек рассудительный, и потом отдельно рассудитель. Я один вопрос прошу, как вы на меня вышли вот сейчас, что так вошли? У вас что, был код мой? Ну, отвечаю так, я же вам писал письмо, именно по скайпу. Да. Вот, с тем, что я Шаповалов, Юрий Шаповалов, что меня интересуют ваши книги, особенно оттолкование святых отцов. Да. Вот, и есть другие вопросы. Я вам такой месседж оставил. Вы мне ответили, вы мне прислали материалы, ну, прескурант, книг, их объем и, в общем, содержание, так, краткое все это, вы этот материал мне прислали. И сказали о том, что вы доступны с трех часов утра по Москве до 17 часов вечера. Вопросов нет тогда, все. Так, вы это держите, значит, на это время, берите, это на 17, не касается 17 часов, только в субботу, потому что в это время богослужения. То есть, это остается в силе на все дни. Да. Здесь один еще у меня вопрос к вам будет. У вас же есть там такие друзья, вот так же могут рассуждать, спрашивать. Вы можете их пригласить, я гляжу, экран-то широкий, вы можете трое сидеть здесь рядом. А мы можем групповой делать, да. А мы можем группой сделать. Только скажите, чтобы заранее не написали. И предупредите, я никогда не спорю. Христиане не спорят. Почему? Написано, и спорили с учениками Христовыми. Спорили, но не Христос, не ученики не спорили. Спорит тот, кто не знает истину. А кто знает, он возвещает. Я сказал, после первого, второго разумления написано, отвращается. Почему? Он еретик. Написано, разбратился, будучи самоосужден. Он сам себя осудил, я не могу на него гневаться. Почему? Это его выбор. Make your choice. И он его сделал, и все. И я могу только плакать и молиться. Вот. Я согласен с вашими словами. Пожалуйста. Это можете сделать сегодня, можете завтра, в любой день. Ну, это надо, как бы, согласовать еще. Есть, да. Есть братья, которые не против бы побеседовать. Побеседовать мирно. Побеседовать в том, чтобы, как вы сказали о том, что действительно, ни вы, ни мы не имеем обычая спорить. Не положено. Я никогда не спорю. 53 года миссионер, проповедник. Передо мной мусульмане, сектанты, разные названия нет тех, которых я не встречался. Я возвестил, он не принял моей задачи. Это написано, 22 глава Евангелия от Матфея. Идите, зовите на брачный пир. А они не пришли, это с них не спросится. Почему? Сеющий, поливающий ничто. А все Бог возвращающий. И поэтому наши усилия на это могут быть самые хорошие, а результат нулевой. Пример. Я работаю в местной тюрьме. У меня опыт, я прошел тюрьму, там, за слово Божие. Я знаю, чем они дышат. Знаю их терминологию, весь лексикон. Но какой будет результат? У меня доступ. Я снабжаю каждую камеру динамиками. Выступаю, записи делаю. Иду по камерам, разносим богатый материал. Тонными завожу туда. Расположение полное. И вот спрашивают, 17 лет вы здесь, сколько человек пришло? Ну все, конечно, думают, если в тюрьме Барнаульской 3700 зэков, то, ну это следственный изолятор, СИЗО, 17 дробь 1, то думают уж десятки. Я отвечаю ни одного. Как? 17 лет вы так ходите по камерам, к смертникам, несу, что нуждаются в чем? Даже на Пасху яйца приносили. У меня близкие отношения с прокурором края, генерал-лейтенантом, там с судьей, с главным. Ну то есть первые лица их, все мои друзья, так назову. Мне везде доступ. А результат такой, как так? Так что они не готовы. А священник пришел один раз, первый раз, да еще не трезвый пришел. Он сразу 57 человек крестил и 450 причастил. Это злодейство, я так могу называть. Иоанн Златоуз говорит так. Если по твоей вине, по небрежению погибет одна душа, священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее, потому что за нее умер Христос. И Павел об этом говорит. Не подайте соблазн, ибо за эту душу умер Христос. Но в этой тюрьме нет ни захвата заложников, ничего, что в других тюрьмах. И мне каждый год благодарности. Они выходят здесь, там где-то, их сразу крестят в церкви, некоторые идут, работают. У нас другие требования. Он курит, я его не могу сказать, он крещению достойный. Он не может быть. Почему? У ста курящего демонская кадильница, говорит Иоанн Кронштадтский. Не может Храм Божий разрушаться демонским дымом и одновременно освящаться Ладаном. Мы Храм Божий. Ведь у меня подход без пригляда. Я знаю толкование святых отцов, но каждого из них проверяю по Библии. Для меня Библия это основа основ. Почему? Это моя суть, я в этом прожил. Это мне Бог дал. И я этим дорожу. У меня было бы друзей и общин. Вот я проехал, допустим, 450 городов, то есть 450 общин смело мог бы образовать. У меня самое большое гонение Московской Патриархии, с которой мы не соединились, за рубежной церковью, но приняли акт на каноническом общении. Их епископы у нас служат, мы с ними вместе. Но под их стукно мы не лезем. И они ничего с нами не могут сделать. Я знаю этот выход. И мы их всех, которые люди обращаются, я направляю в храмы Московской Патриархии. А попы меня убивают. Это после моей смерти будут рассматривать и сказать, не может быть. Может быть. Я к ним направил не тысячи, сотни тысяч людей. И они всех до единого против меня натравливают. Второе. У нас община. И у нас есть законы, то есть правила, которые ни в одной общине нет. Вот мы говорим, человек обращается, у нас запрещено звать к себе. Да как вы тогда? Вы же выродитесь. А вот попробуйте так. Мы зовем ко Христу. Ну а почему вы к себе не приглашаете? Потому что мы, может быть, карикатура в очах Божьих. Куда я буду звать? Ко мне подражаете? Я не могу сказать. Я направляю их ко Христу. И говорю, выбери. Вот выбери где. Для нас церковь входит, вы знаете, если смотрели, это пять. Там, где есть рукоположение, православие во всех проявлениях, старое обрядчество, где священство есть, католицизм, старые новокатолики, григоряно-армяне, апостолическая церковь, сирийство и коптка. Все, за пределами этого, самое хорошее, самые близкие наши люди, они не входят в церковь. Не входят. Я это докажу в течение одного часа, любому, причем в Библии она покажет. Евангелие, это, кстати, Деяние 14.23, для того рукоположить, и каждая церковь, и проще. Но они вот так понимают, это их выбор. Я не могу сердиться ни на баптистов, ни на пятьдесятников, но сказать, если представится возможность, я скажу. А далее я ему представлю все. Молись. Я буду молиться. Может, Бог ответит. Вот у меня много вопросов по этому, как бы вот, в ходе уже беседы, они снова как бы подтверждаются. У меня они записаны. Но я не знаю, если сегодня это возможно, говорить или задавать вопросы, но я прежде хотел бы вас, как бы, ну, наперед, чтобы вот у нас не получилось такое, что, если какие-то я вопросы задаю, если они, допустим, противоречат в какой-то мере, вот, ну, вашему объяснению и так далее, оно не вызовет какую-то негативную, как бы, реакцию, неприязнь и так далее. То есть, разномыслие не положит какого-то... У кого? У меня? У меня? Да, да. Да, значит, меня вы совсем не знаете. Я думал, вы знаете меня. Да когда человек говорит против, я особое внимание ему уделяю. Я мысленно прорешиваю несколько решений. Какой причине? Или он родился в этом, или так научили, или не попал ему материал. Я мгновенно и всего высчитываю, как в шахматной игре. Какой стих Библии подать ему? И скажу, запиши. Мне больше... Я выполнил свою миссию. Теперь будем молиться, что Бог тебе ее раскрыл. Вот мы беседуем... Пример. Мы беседуем в Апрунзе, баррикадная 34, и там мой брат, Павел... Родной брат, родной. К слову сказать, у меня родной брат пришел, священник рядом. Батюшка, покажись, хотя бы покажут. Вот сюда, подойди рядом. Одесса Леопит, да? Вот. Он протеерей. Вот недавно на Украине были. Познакомьтесь. И говори с умирацией. Вот. И вот мы беседуем. Я просто одну беседу восстановлю. Ну, мы православные, мы совершаем крестное знамение. Оружие на дьяволы. Но Бог не требует служения рук человеческих. 17-24 Диане апостолов. Это... Я знаю, это трафаретное мышление, узо взгляда на истину. Ну, секта, это узо взгляда. Он ищет, но только вот в этом направлении. Если суббота, субботник. Иеговы, и его схватили, иеговисты. Вот услышали, что заговорили на их языках 50-ники. Он дальше не раз... А православие это все захватывает. У нас все это есть. И вот я говорю, сидят такие мужи, да того хорошие. Они в Америку переехали. Может быть, даже Кушнарчук. Поищите их где, в каком городе они. Кушнарчук. Его звать Николай. Николай. И они были заделены в Совете Церквей. И вот они, когда задали вопрос, я задаю вопрос. Чтобы решить вопрос, я вам заранее скажу, вы другим братьям скажите, чтобы времени тратить. Мы к любому вопросу должны поставить 4. Кто сказал? Надо знать. Ну, Павел. Вопросы отвечены. Но попутно. Кто такой Павел? Бывший гонитель. Из юдеев, юдеев, с коленами, неами, но коротко сказать. Кто сказал? Когда сказал? Когда в первом веке, когда он обратился, когда его уже приняли, его опасались, все узнали. Кто сказал? С какой целью сказал? С какой целью он сказал? Обратить. И в каком месте, когда мы это узнали? Кто, когда, кому? И для кого это слово было направлено? Когда мы эти вопросы ответили, вопрос решен. Вы, братья, своих там предупредите, чтобы нам время не тратить. Вот. В Греции был такой обычай. Когда сходились философы между собой, намы, как называют, динаминации. Нет динаминации. Есть церковь и секта. Тут определенная щетка уже. Никаких динаминаций, демонизации этих нет. И вот, выходит, допустим, Сократ. Его спрашивают, а с кем вы будете беседовать? Он говорит, со стоиками. Так, это ваши противники? Ну да. Так, объясните учения стоиков. А стоики стоят здесь. Ну, допустим, я беседую с баптистами. Переведу на это. Называется экстраполяция, перенос событий. Скажите, вы с кем беседуете, с баптистами? И мне кто-то арбитражный, третийский судья, и говорит, так, объясните. Я объясняю. Баптисты. Первый из них, Джон Смит, который крестил сам себя. Это было в 1609 году. Который образовал первую общину в Англии в 1639 году в Роджерсе. Так, баптисты, от слова погружения, они признают крещение только во взрослом. Хотя было время, признавали и детей. Объясняю им. У них нет хератонии оттуда, но они против вина, хорошие семьи, крепкие, честные работники. И дальше поясняю. Икон у них нету. Они их считают заидолы. Но есть, которые не считают, а просто пожгли, выбросили, молчат об этом. Другие, я объясняю, они верят, что тысячелетнее царство когда-то будет на земле, и дальше вознесутся. Учение это от корки до корки. Судья спрашивает теперь, или кто там между нами. Скажите, он правильно объясняет? Говорит, правильно, так это баптист настоящий. На меня. И не баптист. Так. Хорошо. А вы с кем беседуете? Он говорит, с православным. Вы православны? Я говорю, да. Так, объясните православное учение. И он объясняет, православные идут от апостольских времен, и дальше при князе, при царе Константине, Миланский Эдик, дали свободу, мир весь хлынул в церковь, был протест, ушли в пустыню монашества. Он все объясняет, ну, коротко. Вот, у них есть толкование, святые отцы, каноны, соборы, ну, и дальше объясняет. Всем тайн в церкви, крещение, у них омывается грехе, не просто обещание доброй совести. Стань, крестись, омой грехи, твои 22-16 деяния апостолов. То есть, он все знает. Судья спрашивает, он правильно? Я говорю, тогда православный передо мной стоит-то. Вот теперь беседуйте. Чтобы мы не беседовали с пустотою. Так что, вы мне будете говорить, неприятно, вы об этом сбросите. Вы говорите на чистоту, без лукавства. Вот это главное условие. Как ты понимаешь? А уже с чем мы закончим, Господь усмотрит. Я вот такого принципа придерживаю, древнегреческого способа вести диспуты. Хорошо. А вы Шаповалова знаете, который образовал всех, кто где-то крещат, падают в России? Я его знаю, но отношения никакого не имею. Ни родственного, ни идейного. А вы видели, как у него богослужение идет? Видим. Сумасшествие. Я считаю баптистов самыми правильными после всего, как началось отделение. Если бы у них было рукоположение, я бы дня не был в православии. Я этому и хотел задать вопрос. Вот я как бы вот в этих моментах вот вижу некоторое такое разноречие ваше. Вот с одной стороны, вы вроде говорите много, я так вижу, что вы с ними соприкасались. Вот что-то доброе, допустим, вы имели же, да, в отношениях с ними, что-то вы чем-то обогатились. Библию получил, Библию в руки мне дали, я же сказал. Это самое главное, что изменило жизнь. И кроме того, я у них проповедовал с кафедры. По всей стране ездил. Я их знаю отлично просто. У меня друзей там тысячи. Игнатий Тихонович, а какие-то искры духовности у баптистов есть? Еще бы. Они имеют настоящее духовное рождение от Духа Святого. Это настоящее верующее. Я еще раз говорю, из всех сектантов, которых 21 тысяча насчитывается сегодня, но их я не считал. На африканском самые правильные баптисты, еще раз повторяю, самые правильные. Они почти православные. Но вы допускаете мысль, что Бог посещает их духовным рождением? Ну, хотя бы, может быть, как вы на это смотрите? Я смотрю так. И когда мне этот вопрос задают православные, а что у баптистов там Дух Святой есть? Скажите, написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Скажите, они Его Господом признают? Да, а как назовут, если только Духом Святым? Ну, а как же они не в сверпе? Вот первое им дано. Они застыли на этой ступеньке, дальше не идут. А дальше своим умом пытаются проникнуть. Упрямство. То, что Богосподь не принимает. Нам всем нужно совершить три шага кверху. Первое. Отвергнуться себя. Второе, возьми крест. И третье, следуй за мной. А все прыгают на третью. Я христианин, следуй. Нет, отвергни себя. А чтобы себя отвергнуться, надо узнать, кто ты. Напиши, я. И дальше напиши, родился в какой-то среде, специальность такая-то, навыки, привычки. И вот, что не входит в библейское понятие, в Святую Библию? Отвергни своего я. Растопщи, раздави. И вот, юноша один, ну, послушнику монаха, и говорит, ну, а как это, отец духовный мой, как отвергнулся себя? Он говорит, ты видишь вот это что? Ну, он говорит, да недавно похоронили тут богатого человека, памятник его стоит. Так, иди сейчас и говори ему самое хорошее, что ты знаешь. Он подошел до тебя, ты как ангел жил, до тебя потеряли, люди тут, город рыдает, ты самый хороший, ты следил за порядком. Ну, и вернулся, все сказал, что знал о всех людях хороших, и к одному приложил, и что молчит. Молчит. Теперь иди и говори, что самое плохое, а плохого это он слышал, а то прокурора похоронили. Ты, ты хуже всякой собаки, вдову обирал, деньги забирал, люди умирали с голоду, невинных сожжал, да как хорошо, что ты рано умер, да теперь земля отдыхает, как пророк Исаия говорит. Ну, и что молчит, вот такой ты будь. Хвалу говорит, потому что они приемли равнодушные, не оспаривая глупца, Пушкин пишет. Вот это надо нам знать, отвергись себя, и тогда не надо будет. Я баптист, я не должен ставить баптиста или православного на первое место, в первую очередь я христианин по Библии, мы евангельской веры. А для православных это чуждо, как за евангельскую веру? За православную надо. Есть такая державная партия, они прямо говорят, мы за православие, но против христианства. То есть православие показало себя не христианством даже. И кто? Большие начальники, замгубернатора. Я говорю, так православные-то христиане, так у христиан нельзя там убивать, а мы должны там Новороссию, Донецк отстоять, то есть мы должны показать, что нас боялись и уважали, боялись и уважали, как Советский Союз. Империя зла, империя лжи, как Рейган характеризовал ее. Нас должны люди знать, как христиан. Я зову, он не пошел. Я вернулся, у меня голова разбита, иных убили. С нас спроса нет. Господь говорит, идите по закоулкам зовите. А кто не придет, это его выбор. Его выбор. Он не пришел. Моя задача, чтобы сделать известным истину. Я ее принес, раскрыл, напечатал в книгах, подарил библиотеки, подарил Путину, всем подарил, кому мог только, ну, начальствующим. От меня большего не требуется. Теперь я должен день и ночь молиться о всех, где сделал заброс. Отвергнись себя, а возьми крест, то есть нужно научиться правильно болеть, никогда не роптать. Написано, аса был болен ногами и взыскал врачей, а не Господа. Так врачи же разрешено, лука врач. Взыскал врачей, а не Господа. Ну, ты, ты никуда не денешься. Почему? Не на первом месте врач, а ты молись, Господь, дай врачу знания, умелые руки, чтобы не дрожали, все-таки на сердце операция будет. И обрати его, чтобы они, разрезая сердце, увидели образ Христа. Чтобы они везде, всюду почувствовали, с кем они имеют дело. Вот меня привезли, ну, к чему брать пример-то? Я своей жизнью могу сказать. Сняли краном, на стройке, я всю жизнь на стройке был, и на операционный стол сразу. Я говорю, я должен помолиться. А он говорит, молитесь, а он доктор медицинских наук, еврей, Яков Нахманович. Говорят, у евреев нельзя лечиться. Шойхет. Шойхет, это резник, режут там животных, которые. Ну вот, а он уже руки ему все помыли, он стоит, как руки поднимут, врачи стоят. Я встал. А потом он мне расскажет, а у него ассистент Матрена, я молюсь, она, Яков, его Нахманович, они по-своему зовут, Нахманович, ну сколько можно? Спокойно. Я помолился о враче, о всех, просился со всеми, поблагодарил моего Господа Христа за пролитую кровь на Голгофском кресте, что я хочу претерпеть, если нужна моя жизнь, оставишь. Он говорит, все, я говорю, все, ну ложитесь. Я говорю, а можно, чтобы без наркоза? Он говорит, нельзя. Я хочу, говорю, пострадать, как Господь, а то я фанатик. Он говорит, нельзя, независимо от вас, мускулы начнут сокращаться. Просто они у меня, резать буду. А когда обезболим, она спокойно, так плоть лежит уже. Вот так. Ну уж если я пришел в сознание и с кому вышел, обезболивающие никогда не приниму. Почему? А зачем? Быстрее разоживает так. Христос не просил чего-то, ему сами подали уксус обезболивающие, одурманивающие. Я баптистов, по секрету скажу, люблю. Я не просто их знаю, а люблю. Настолько они хорошие, поэтому мне хочется дать им все, что я знаю. А они не примут. Но они примут, я все равно люблю их. Вот я в связи с этим хочу вас спросить. Но вот если вы говорите, что какие-то искры духовности есть, возрождение допускаете, что имя Господа без откровения Духа Святого не призовут и не провозгласят Его своим спасителям, но почему вы не поднимете баптистов на ступень духовного родства, а не по Адаму только? Все, поясняю коротко. Я беседую с баптистами. Я говорю, допустим, вы, ну как у вас там был один, Питер Голтвис, возвращение на родину, две тысячи баптистов в Америке сразу пришли. Из них многих поставили священников, две тысячи присоединились к православию. Вот. Самое главное, они поняли, что не церковь, и баптисты пошли правильным путем. Они задумывались, скажите, а что для нас церковь была? конечно была. Ну а что у них, вот у православных, когда молятся священник, хлеб превращается в тело, а у нас только воспоминания. А как первоапостольская церковь понимала? Это я говорю из книги его. Она вон у меня лежит. Там внизу зеленая. Подожди-ка, сейчас я покажу даже. Вот она. Я вам сейчас покажу, посмотрите. Может быть вам будет видно ее? Вижу, да, вижу, да. Возвращение домой. Да, вот он, Питер Гилдинс. Они стали присвятерами и проще. Они решили так. Взяли 10 человек и среди своих грамотных. Они все грамотные. Они там участвовали, библейские кружки, миссионерствовали. Решили так. Вы будете работать по литургии. Расстаемся на один год. Вы будете работать, другой, по толкованию святых отцов. Идите в библиотеку, в Вашингтоне, где угодно ищите. Дальше, рукоположение. По рукоположению вопрос очень сложный, трудный. Двоих направим-то. Пускай едут в Грецию, едут в Албанию, едут в Испанию. Разузнают до конца. И через год они встретились. Это все описано здесь. Имена, даты, где были. И когда они встретились и стали говорить, все сто процентов сказали, так мы же не церковь. Он говорит, я это чувствовал, я не знаю только почему. Все отвечали, внутренне чувствовал, но заглушал. Мы обратились и засохли на этом. И дальше стали смотреть, ну и все пришли в православную церковь. И главное, православные на них сразу все положили свое. А дальше я с ними не согласен. Вот допустим, ко мне обращаются баптисты. Мы поняли, что вы нас любите. Я искренне говорю, не потому, что вы там бритые, и вы мне не нравитесь, что бритые. Не трожьте бороды, не козите образ Божий. Дальше. Вот. А что вы для баптистов, которых вы любите, могли сделать? Я сказал бы, будьте церковью. Вы изберите среди себя, кого вы называете епископами, старшими пресетерами, из вашей среды. Проведите собрание по всей Америке. Найдите трех человек. Трех. Это достаточно. Это первое апостольское правило, которое говорит, в епископах руководят два или три. И благословите их, помолитесь над ними вместе, чтобы они приехали к патриарху, в Арфоломею сюда. Вам не нравится? К папе пойдите. Не нравится? Григориан Армянам пойдите. К их епископу. К сирцам или... Я не зову православия никого. Я только показываю. Раз тут я показываю на храм. И вот, чтобы они вам их рукоположили. Все. Но перед этим они подпишут бумагу. Они скажут, мы согласны. Ну вот у вас Божья Матерь, она там возвеличивается, там больше Бога. Не делайте этого. Баптисты имеют право, потому что в Библии написано, отныне будут ублажать меня все роды. Больше ничего. А она Матерь. Она приснодева до рождения, после рождения. Детей у нее не было. Вот это нужно строго у них взять. Дальше. Баптисты говорят, у вас ризы на рукавнике, наручники. Вот. А можно нам без этого? Мы привыкли вот так. Можно, только галстук не надевайте. И чтобы пуговка была застегнута. С простенькой. У вас вы такое и есть. Вот вы мне понравились уже. Борода вообще закрывала. Дальше они скажут, ну мы не хотим, чтобы были иконы. Ну не делайте. Ну ваше в молитвенных домах уже изображение есть. Ну мы высоко сделали. Ну и сделайте. Но только нигде, никогда иконы не называйте идолами. Это не идолы. Я докажу в течение пяти минут вам. Это не идолы. Потому что Бог говорит, сделайте. И Христос пришел в храм, который изнаторгашей, там весь храм был в иконах. От пола до потолка. Снутри, снаружи. Где известно? Из Икииля 41.17. Запишите. Из Икииля 41.17. Это храм, в который пришел Господь. Это не Соломонов. Из Икииля 41.17. Он весь храм был в иконах. Икона по-гречески, экон, по-русски изображение. Это повеление Божие. Вот такой храм, который Бог назвал дом мой, дом мой. Дом мой. Не сказал это капище бесовское. Дальше. Баптисты говорят. Мы это поняли. Ну вот у вас четыре поста. Ну в Библии же нет про это. Я думаю, можно пойти и на это. И сказать. Тогда вы помолитесь, сами решите. Но не отделяйтесь от Вселенской Церкви. Так принято. Принято так. Но мы не хотим. У нас некоторые... Ну сделайте, как вам понравится. Ну подумайте, как лучше. Но не с соблазном православным. Нет. Написано, Павел, не буду пить вина и есть мясо, чтобы не соблазнить кого-то. Баптисты опять говорят. Ну вот у вас детей крестят. Не крестите. Вопрос... То есть мы подпишем этот документ. Но вы его уже соблюдайте. Смотрите за своими. Мы своим скажем. Это наши братья. Баптистов не трогайте. Эти баптисты по названию это евангельские христиане настоящие. Они православные теперь. Учение о Троице есть. Верят в душу. Верят в вечное мучение. Это не адвентисты. Баптисты все приняли от православия. Кроме рукоположения. И теперь баптисты начинают мне говорить. Ну а вот у вас святы молятся. Тогда скажите. Не молитесь. Это не влияет на спасение. Все пускай. Но только вот этот момент. Не хурите иконы. Тысячелетнее царство. Конечно заблуждение уберите. Это то что ересью считается. А остальное принять. Теперь рукоположили. Ваши вернулись. И теперь заново рукоположили. Всех пресвятеров. Это церковь Христова будет. Я иду самым щадящим путем. И это говорю вплоть до патриарха. Баптисты это наши самые близкие. Мы должны протянуть руку помощи. Я работаю в этом направлении. А патриархия это какая? Я говорю. Меня задают вопрос. У вас избрали патриархом. Ну пока не избрали. Говорит. Я воображение. Так. Вы бы что сделали первым делом? Первым делом прекратил бы строительство храмов и часовин. До единого рубля. Рассчитаться с долгами где брали. Чтобы ни одна церковь не была в долгах. Второе. Все деньги которые освободятся бросить на издание новых заветов. И наполнить страну всюду и везде. А второе, третье. Ну это к вечеру уже. Я открываю тысячу училищ. Тысячу? Да вы думаете что говорить? Это учителей нету. Я договорился уже. А где? К баптистам. Я спросил баптистов. Скажите у вас есть такие искренние люди. Которые знают Христа и Библию? Конечно. А вы могли бы тысячи человек назвать? Конечно. А вы хотели бы трудиться среди православных? Да если бы двери открыли. Вот я знаю которые прямо в храмах проповедовались. Разрешение патриарха Ильи. Но в одном месте он не выступил. И его отвели. А теперь он на смертном адре посетил. Гога, Георгий. Он говорит. Как я жалею. Какой я глупый был. Я доступ имел к тысячам людей. В центральном храме Грузии. И сказали. А почему ты ни разу не перекрестишь? А считаешь за грех? Я не закончил еще об этом. Нет. Теперь я понимаю в этом нет никакого греха. Это знамя Христово. Одна подошла. Ты антихрист. Она прямо в храме. Бабка подошла. Ты антихрист. Ты ни разу не перекрестился. Да если бы сказали баптистам. Вот так вот молись только. Или вот так вот руки сложи и глаза закрой. Я сейчас так и сделаю. Лишь бы дали капитал. Я же у них во всех городах проповедовал. И Харькове, и Москве, и везде. Вот. И баптисты тысячи открывают. Они научили даже любить Христа и любить Библию. Два предмета будут преподавать. Вот. Они баптисты согласны. Все до одного согласны. Они прямо рвутся на это. Патриарх не согласен. Но меня не избрали еще патриархом. А если изберут? А потом? Потом бы я нашел убежище. Иначе на меня ночью уже убьют. Церковная мафия самая страшная. Московская комсовольская правда писала. Так что моя любовь выражается в поиске. Сближение. Не с нами, а со Христом. Баптистам не хватает только рукоположения и ложные толкования убрать. А ложные толкования у них тысячелетнее царство и икона. Это главное. Два вопроса. А остальное мы им дадим наших трехтомник. И чтобы против кто-то был. Не один. Так вот я закончу. Когда были в Афрунзе. Но они говорят. Бог не требует служения рук человеческих. Я говорю. А кто это сказал? Ну как? Павел где сказал? В Афинах. Кому сказал? Афинянам. Стоп, ребята. Скажите. В Афинах были христиане? Да нет. Там первая Лидия обратилась в Дионисию. Как Павел мог запрещать то, чего нету? Вы согласны, что это знак христианский? До него не... До христиан не было такого. Не было. Ну а кому он мог запрещать? Бог не требует служения. Да как ему сказал? Он говорил о неведомом Боге. На капище. Бог не требует, чтобы ему избы строили, скрывать себя от дождя. Да как же у нас так проповедуют? Но все согласились. Сто процентов. И вдруг дверь открывается. Входит мать одного из этих, которые сидят. А я встретил ее и говорю. Проходите, садитесь. А вот Бог не требует служения рук человеческих. А сын ее в Америке. И говорит. Мам, не надо. Говорит. Мы уже это все поняли. Она еще не поняла. Я этом доказал в течение полчаса. Это не об этом говорится. Креститься, не креститься. И нет этого. Там не было христиан. Согласились, да. Ну нельзя ставить семафор на маленьком острове. Ей ни одной машины нет. Ну никто не будет семафор ставить. Там машин нет. Угорестая местность. Ну что вы за дурака Павла считаете? Не требует служения, чтобы мы Богу строили вот это вот и жертвенники. А Бог, говорит, не в рукотворенных храмах живет. Так, запишите. Бог не в рукотворенных. Записали? Нет. Я говорю, не в рукотворенных вы записали. А теперь, Бог в рукотворенных не живет. Это будет одинаково? Нет, не одинаково. В рукотворенных не живет, это абсолютно. Бог не бывает. А почему? Клянущийся храмом, клянется, говорит, и живущим в нем. Матфея говорит. Живущий в нем с большой буквы. Значит, Бог живет. Бог не в рукотворенных. То есть не только в рукотворенных, но он живет еще в нас. Для Бога три места. Три. Это, если я не ошибаюсь, 57-15 Исайя. И говорит, где он живет? На высоте небес, запятая, во святилище и с сокрушенным сердцем. На высоте небес баптисты признают, святилище не знают, а с сокрушенным сердцем знают. Они выбросили в среднюю часть. Бог живет и в храме, и на небе, и в людях. Зачем отрицать одно? Вы храм, и этот храм. Но храмом называются камни, которые на небо не пойдут. Я не видел там храма на небе. Храм сам Господь. Понимаете, когда баптист слушает это, у меня было, я выступаю, 450 человек в общине. Стал присвятер, мы все готовы сегодня принять православие. Все до одного. Но они поставили мне условия, которые я не мог выполнить. Они сказали, вот как вы говорите, покажите нам такую общину. И мы сегодня, вот с сегодняшнего дня, все мы православные. Я ничего им не могу показать. Он говорит, у нас был священник, он с малой Хариско убежал, матушку с пятью ребятишками бросил. Ну, в начале говорит, ребята, я знаю это дело. Но давайте мы будем работать. А когда будем работать, ну, когда сеет человек, у него 50%, то ли вырастет, то ли не вырастет. А когда не сеял, пустота, 100%. И поэтому у баптиста поется, сей доброе семя, всегда пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не заметит, пожнешь, что посеял тогда. У баптистов песнопения, а у нас есть люди, которые из баптистов пришли. Мы всех своих научили петь баптистские песнопения. Накупили духовных сборников и сидят все и поют. После богослуживания. Видели? Ярла песни, я его распространял, меня за него судили. Это мой первый проповедник, которого я услышал и которого я любил. И баптисты поднялись, да он в таком возрасте женился там на такой. А ему запрета нет, жена умерла. Я теперь за баптиста заступаюсь. В чем он виноват? Где он нарушил закон? Так он, нет, ограничений нигде нету. Мы знаем историю, это, жития святые, говорит, Иосифу, обручнику Марии. Было семьдесят, кажется, восемь лет, что ли, а ей четырнадцать. Все-таки разница была. Ей было не полных пятнадцать лет, когда она держала Иисуса на руках. В чем спорить это? Спорит человек, который не знает, а знающий возвещает истину. Игнатий Тихонович, вопросы возникают, их, конечно, много, сразу их все, наверное, не выразишь, да и времени нет. Вот смотрите, вот вы проповедуете и охватываете большой круг людей, да? Да. И те сердца, которые располагаются к Евангелию, к Слову Божьему, ко Христу, вы их направляете... В Московскую Патриархию. В Московскую Патриархию. Но они там, сейчас поправку сделаю, но они там уже не такие, как все. Они там несут истину, вот почему. Но это, может быть, кто-то. А вот я слышал, вчера я прослушивал один ролик, где вы свидетельствует и говорите о том, что встречали тех, кто узнавал вас. И вы задавали вопрос, ну как вы, где вы? Ну, говорит, я пошла, говорит, туда, в церковь, а батюшка мне сказал, чтобы в отношении вас там выразил свое, как бы, неприятие и там оскорбительные выражения все, и как бы, а теперь, мол, ты где? А я, говорит, теперь никуда не хожу. Вот я хотел задать вам вопрос, а вот те люди, которые разочаруются там, потому что вы сами называете своими именами тех людей, которые волки, даже волки лютые, ваши фразы такие звучали, и вот как бы вы этих овец даете на растерзание туда, которые потом окажутся вне церкви. Ну, как вот, как бы вот, ну, в плане того, что даже Слово Божие говорит, кровь зыщу. Понял, я объясняю дальше. Все, дальше уже понятно. Я все когда-то прерву, это значит, дальше вопрос полностью понятен. Апостол Павел, не Игнатий называет, деяние апостола, 20 глава, из вас в вас останут лютые волки, нещадящие стадо. Но не сказал, идите хананеем. Тут и трудитесь. Когда в Израиле Господь обрещает священников, Игнатий на пути в Сихем убивайте, он называет их сборище, которое хуже всех людей показывает. Даже в притче Христос показал израненного, мимо протопал священник, левит посмотрел, а самарянин взял. Самые такие нелюбовные, нелюбящие свой народ, это священники. Я в милицию написал недавно маленькую записку, мне 5, кажется, ответов пришло. 50 лет пишу патриархию, ни на одну не ответили. Они как будто там никого нету. Нигде. Я делаю то, что по закону. Священники были не такие. Священники, которые Христа распяли. Но он говорит, иди и покажись священнику. Он не посылал его никуда больше. Так а священники против тебя? Неважно, я закон выполняю. Я пришел исполнить, а не нарушить закон. Я его не нарушаю. Я сделал все возможное. А, ну, некоторых наставили, а других не отстали говорить. А другой говорит, это не так. И, глядишь, там священник обратился. Он услышал, да, я слышал, батюшка, вы неправильно говорите. И он ко мне пришел тайно ночью, священник, и здесь сидит и слушает. А теперь обратился он совершенно другой. Я Богу доверяюсь. Я к себе не тяну. Поэтому я выполняю точно по Евангелию. Он очистился, иди туда. Я к себе никого не приглашаю, ни одного. Но если сильно просится, один раз разрешим прийти. Мы ставим такие условия, которые никто не ставит. Вот я разрешил. А это один из работников администрации. Администрация. Он приходит. Бороду отпустил. Все, никого, замечания нет. Но его воскресенья нет. Я спрашиваю, а где вы были? Он на рыбалку уехал. Я говорю, не надо это. В воскресенье вы выберете другое время. Если вы у нас не были, а пошли к баптистам, тоже считается, вы были перед Богом. И мы к себе не зовем. Он еще не член нашей общины. Только ходит, ему разрешили. Но условия четкие. В воскресенье ты должен быть перед Богом. А я к католикам пойду. Одному не ходить вдвоем. Сходите туда. А я к мусульманам. Идите только вдвоем. Мы никому не запрещаем. И мы даем такую свободу людям. А он уйдет, будет мусульманем. Это его выбор. Бог дал свободу. Самый страшный дар от Бога. Это свобода. Подобие Богу. Он туда ушел. А он пошел оттуда, остался у баптистов. Это его выбор. Он все услышал. Мы никому, нигде, ни разу не сказали, туда не ходи. Если они принимают, договоритесь, чтобы я мог у них выступить. А они придут у нас, скажут слово. Только не в храме. А у нас в трапезной, у нас в храме не разрешаются нерукоположенному говорить. А если приедет католический священник, может говорить в храме, если батюшка разрешит. А у нас запрета нет. Они неразумны. Допустим, православные. Вот сейчас один там у вас есть, Куратовский его, Виктор в Америке взбунтовался. Такую ложь гонит ужасно просто. Из баптистов пришел. И он стал за мощь и усыпился. Мы ждем от баптистов, приходящих в православие, всю их доброту, знание Библии, духовное просветление, которое получили, вощищенные через слово. А он ничего оттуда не принес, а у православия хватился за гнилье, за самое. И меня, что я за мощь. Я говорю, мощь и надо похоронить. Чего я не так сказал-то? А то повеление Божие-то. И вот он везде теперь эту молву разносит. Как я могу его остановить? Никак. Я сразу объявляю, будем молиться. И Бог так сделает. Он уже сейчас бежит где-то, что там дело, просит прощения. А прошел один день только еще. Я верю в великую силу живого Бога, в живой молитвы и в живой ответ. Если Богу это нужно, Он это сделает. Ваш вопрос конкретно в чем он заключается? Я его посылаю, а он там умрет. Его там не примут. А он может хуже сделать сыном Гиена. Я таким не делал. Я ему дал все, разъяснил. Посылать больше некуда. Просто некуда. Воспылать баптистам в секту я не могу. Я только могу показать на церковь. А вы хотите, чтобы он был как те? Никогда. Я ему сказал. Там у нас правила есть. С Силенской собору. 719 правил. Из них 413 каждый день нарушаются. Я провел громадную работу по правилам соборов. И все взахали. Как это? Она вообще никак. Это главный нарушитель наших канонов, книги правил. У нас каноны. Правила. Это вехи на пути в Царство Небесное. И они все нужны. Допустим, у баптистов было. Я приехал тогда в Америке, когда был в 92-м году. И он у них там говорит, у нас сейчас по телевидению был один. Он впал в нарушение седьмой заповеди. Блуд. Но его оттянули, и он на радио не может выстрелить. На телевидении-то. Он там плащет, прям слезами уливается. Просит у своих телезрителей. Его вся Америка сказала. Да пускай он проповедует. Теперь тамошние говорят. Ну мы послушали общественное мнение. В Америке много значит. Что теперь делать-то с ним? Насколько его... Теперь мы его не допускаем до хлебопреломления. А насколько? Да не знаем. Я говорю, у нас правило есть. Впавший блуд отлучается на семь лет. А женщина на двенадцать. Не равно правило все-таки. Семь лет он не должен причащаться. Если день и ночь будет плакать, то на пять лет. Одну треть сокращается. Они приходят и говорят. А он опять впал. Она пришла и сказала. Теперь что делать-то с ним-то? Я говорю, у нас это есть, говорит. Повторное. Его отлучают и навсегда. До смертного часа. Они ко мне идут за правилами, которые сами же и отвергли. У нас правило. Определенное правило. Что делать? Вот человек пришел от мира. Как его? Сразу к окрещению. Если он знает что-то, да. От трех до пяти лет подготовка. В церкви это 20-30 минут. У нас 500 часов. Разница есть. Вот так. Да, конечно, я, конечно, сегодня, вот я говорю, вам показываю, у меня есть множество вопросов, но просто не хотел бы с первого как бы раза сразу, вот, пусть у нас сегодня будет время нашего знакомства. Если двери вашего сердца будут открыты в перспективе, я буду скучаться. Договорились. Вы собирайте своих братьев и приходите. Может быть, это будет завтра. Для меня это удобнее, но по-нашему, вот как я отписал, там до 17-ти, по московскому. Почему? Потому что у меня уже люди приходят, я никуда не отвлекаюсь, я не один живу-то. Там кто-то постучится, я отрываюсь, выходите. Я в городе жил, в Барнауле. Вас звать-то как говорите? Юрий. Юрий? Юрий. Да. Юрий. Ну, вы знаете, что Юрий, это имя Георгия означает. Да, я в Америке это узнал, да. Я знал, что Джордж Буш был мой тезка. Да, Джордж Буш. Жорик там назову, это по-всякому. Я доволен нашей беседой. Вам сколько лет? Мне 56. 56. Ну, а мне 76, на 20 лет. Вы мне вполне годитесь сыновья. Да, я уже тоже это сопоставлял. Если, думаю, этот вопрос возлитий, то я слово «вы» не изменяю к вам, как к старшему, как к отцу. Хорошо тогда вам, всего вам доброго. Господь с вами, до свидания. До свидания. С Богом. Слава Христа. Вот, батюшка, первая встреча с человеком. И идти куда-то. Я никуда не ухожу. Вот он, я ему как раз отсылал это уже. Вот он, Юрий. Так, подожди-ка, что я ему посылал? А, это я ему вчера про это. Закройся, я пошел. Звонок. Юрий Шаповалов. Вот Господь как сделал. Ты пошел? Да, пошел. Ну, во славу Божию. Давай, отдыхай. Если Господь благословит, Он соберет братьев своих по вере, то у нас будут еще благословенные встречи. Он мне, я не скрываю, понравился. И все, во славу Божию.